Готовите что-нибудь? Да, каши вообще изумительные. То есть туда свободно можно зайти? Человека повесить можно наверху. Кузьма не закрывает, накрывает. И равномерно двоетое нагреется. Вот эта часть печи, вот этот угол, он полностью висит. Эту модель печи мы отработали. В принципе, каждый человек себе может позволить. Вот топливник получается здесь, как у почек наверху. Всем доброго дня, с вами компания Печный Мир. Сегодня мы продолжаем смотреть объекты Александра. Находимся в Сегле-Заречье на Байкале. Здесь Александр сделал много интересных печей. Сейчас мы по каждой пройдем, посмотрим, как они выполнены. Позадаем вопросы. Александр, конечно, расскажет много секретов интересных, да, Саш? Нет секретов. Нет секретов. Ну, интересных, по крайней мере, нюансов, которые были выполнены. Потому что сейчас мы бегло прошли, печей очень много. И разный функционал у каждой. Это получается, как очаг, да? Очаг, это до нас уже был. Это кто-то делал. А вот здесь и воздух, да? И воздух запустил. Да, задвижка там с той стороны есть. То бишь, все грамотно. Гера Евгенина, сама грамотный человек. Здесь задвижечки где-то было. А вот, смотри, интересно, сделан. Ну, жгут его, да, работаем? Работает постоянно. Постоянно. Постоянно работают. Это тот очаг, который мы не ломали на этом объекте. Единственное, да? Да, из него, в детстве, там еще один есть. Его сильно не топит, поэтому сказали, не будем трогать. А так сделан функционально, хорошо, воздух заведен. Этот банный чан как раз, наоборот, перевернут. Ну, это как задумка была ли? Это задумка, видимо, была. По дизайну, да, наверное, на цепях такой это красиво зашел. Дом жилой, видно, что подход такой стильный, то есть, интересно смотрится. Сейчас пойдем на другие объекты, там и камины. Там печень есть, здесь, в этом доме печень. А здесь же? Да, здесь же. Оттопите, греетесь. Да, обязательно, вообще. Настолько. Топим потом еще два дня на тюрьму. И готовим. По высоте не хватило места, так бы еще и низ раскрутили. Здесь какая сложность была, потому что потолки низковатые, еще надо кровля под скат. И всю эту противопожарную историю трудно было соблюсти, сделать. То есть, это нижняя часть, так скажем, здания, она уже на скат идет? Да, на скат идет. Здесь у нас, вот, совсем, обычный противоток. В принципе, все остальное. Но елочная эта, Валентина Челялица, мы уже делали тогда. Мы тогда с Максом начали общаться. Я фотки увидел и понял, что, как можно вообще заценил сам, нравится? Это вообще эффект, ну, маленько по-другому делаю, никак, но, тем не менее, эффект просто это огонь. Печка нагревается. Духовка по-черному? По-черному. Готовите что-нибудь к ней? Да, каша вообще изумительная. Сколько держит тепло печь? Дня два, абсолютно, вообще без проблем. Вот эти уголки, это тоже уже давно, да, так скажем, началось? Это твоя идея? Нет, это, знаете, это дизайнерское решение. Да, да. Подглядели все наши печеньки. Сейчас кто-то тульский делает, там, Макс Герасимов делает. А это Маркус Флинн. Канадец. Канадец. У него вот эти вот... А, ну, у него так стиль, да, стиль называется Ardeco. Направление, это именно архитектурное. Ага. Это в Канаде такие вещи делает. Здесь обычный арбежок кирпича тогда отборный еще был. То есть прямая стенка бы не так смотрелась, небольшой элемент и уже сразу смотрится иначе. Хотя здесь места мало, по-хорошему можно было и не делать, но все равно что-то хочется добавить. Сейчас мы второй дом пойдем, вон дымоход виден. Если здесь была каупаковая печь, ой, каупаковая, говорю, противоточная печь, такая классическая, там классическая канальная печь. Сейчас, я расскажу. Ничего. Два этажа, да, которая греется. Ничего не выдумано, все, старые проекты. То есть это тоже, да, для примера, это живое помещение, то есть это как, ну, усадьба, да, наверное, можно назвать? Да, семейная, наверное, усадьба. Семейная усадьба, то есть бани, дома, то есть семья большая. Вот сейчас по всем печам пройдемся. Печка канальная, топливник в стандартных печах обычно с этой стороны делают. Здесь захотели сюда поставить. Просто вот канальная... Доверку большую, чтобы можно было готовить что-нибудь, да? Так захотели, так захотели. Здесь ни на чем не наставил. Фопки, примерно, накидали, как хотят. И проект начертил, походил, согласовали. Ну, она на самом деле простая печка и внешне простая. И устроена она просто. Вот она на два этажа. Основная злижка на втором этаже. Здесь просто... То есть две... Ну, как... Это для... Это прямой ход, на самом деле. А, это летняя, да? А регулировать между этажами... А вот она и регулировочная. Она и регулировка. Здесь рекомендации мы уже эмпирическим путем высчитали сами. Вот на таком... На таком оставляемся всю зиму, они ее не закрывают, не открывают. Она так стоит и равномерно два этажа греется. Второй этаж мы сами... После первой топки, на горячую тоже кипятили ее. После первой топки второй этаж 80 градусов на стенке. Когда строили, здесь много строителей. Все были, типа, два этажа нереальные. Типа, у меня печка двухэтажная, у меня двухэтажная. Не будет греться, не будет работать. А плотать дома большая? То есть, ну, единственное, та дальняя комната, наверное, да? Холодная. Ну, закрытая точно. Плотать дома небольшая, снаружи большой смотрится. Здесь спичи достаточно, на самом деле. Вот это и хватает. Здесь очень тепло. Вот это что такое? Интересно? Да, это под спички, что-то Вадим импровизировал. Ага. То есть, такой кармашек, да, аккуратненький? Здесь уже это для красоты. Просто нам необходимо было вывести основание уже наверх туда, чтобы печи поставить. Ага, то есть, полностью весь периметр гнались туда. Весь периметр наверх пошел. По пожаркам, если мы смотрим, здесь как будто бы ничего нет. На самом деле, получается, здесь внутри мы увели дымовые газы, и вон там в монолите печи. Все здорово. То есть, тут идеально погостово созданное. Здесь, да, здесь проходит именно погост. Если здесь, это обычный канал, получается, нижний топливник Бараба Степанова, то бишь, нижний Боров, горизонтальный, три канала и один наверх в прямой ход. С этой стороны небольшая сидушечка, больше, наверное, декорация, да, ну или можно сесть из спины погреть, ну. То есть, сел грубо, прислонился спиной к печи и вот этот прекрасный звучит. Как раз-таки здесь печка канальная, нижний горизонтальный канал, очень сильно греется снизу, прям невозможно. А здесь комфортно, можно спину прижать, а здесь 70 градусов есть, там 60-70, здесь прямо очень сильно вниз. Но можно его еще только и сушить немножко, наверное, ботинку сушить там такой себе. Внизу канальная, получается, спечка здесь, наверное, больше это колпак прогревается прямо доверху, все замечательно. Ага. До 80 догоняли, больше не стали, можно догнать и выше. Парнишки тоже до безобразия простая. Здесь около 20 квадратов, да, получается, наверное? Для клиента удобно, потому что здесь все до безобразия, просто задвижка просто один раз в год растопить, она потом закрыта. И вот основная задвижка ее закрывает, открыть-закрыть, то бишь, вот она основная задвижка, только ее дергают. Внизу не дергают, эту не дергают, это для первой топки привык, вот. Это когда сыро получается? Это, ну, когда печка давно не топилась, нужно трубу прогреть. Ну, сырая печка, да. Ну, а здесь какой принцип отопления? Колпакова здесь? Здесь колпак, скорее, ближе, да, здесь подъемный канал один большой, и все это вниз потом, вот, до прочистки, полов не знали уровней, высоко задрали. А, нет, высоко задрали, как раз-таки это, уводили и обратно возвращали газет, я же рассказывал, для бродил пожарки, поэтому она высоковата. И опять вверх пошла прямой ход. Секретов никаких нет, все это есть в книгах. Я молодой, как печник-то, еще сейчас 34 года, всю информацию, не было учителя у меня. Ни у кого не учился. Всю информацию, это книги. Самое важное, это книги. Все в книгах. То есть, все принципы оттуда, да, уже применил. Да, когда печник, как ты говорит, там, начинает, там, это мои секреты, это что, это не его секреты. Просто он их узнал в книгах от другого печника, там, кто-то передал. На самом деле, все, ничего мы не запрямляем, все до нас придумано. Единственное, материалы просто, под современность подгоняем эти проекты, и все. Никаких секретов у печника нет. Когда приехали, сразу вопрос, я задал, зачем такая большая труба? Саша ответил, что мы зайдем, ты все поймешь, что сейчас как раз мы зайдем, вы тоже это поймете, для чего она такая большая и высокая. Сколько, Саша, размер портала? 170 на полтора выходит. То есть, сюда свободно можно зайти? Человека повесить можно на вертел. Человека, нет, давай с бараном ешьте. Человека, нет, сам мне где-то фотки есть, там, табуреточку поставить, здесь огонь горит. А, то есть, сидишь тоже и греешься. Трудности были, потолки низковаты для такого камина. Чтобы свести, свод, сдирай. И когда строил, то есть, ребятами-то многими созванивались, все говорили, типа, да пицца не будет, будет дымить. Все как один, да не из-за кислорода, а просто, типа, размеры не соответствуют, портал огромный. Если по таблицам считать, труба должна была 18 метров у нас быть высотой, высотой 18 метров. Задание такое стояло, клиент захотел сзади, получается, плетеночкой делать. И, как правило, когда плетеночка сзади делают, стенка-то прямая. Ну, то есть, сложность наклона. Сложность наклон. Мы ее наклонили. 10 градусов наклон. Александр Байков, тульский, похожий камин после нас сделал. Мы вместе общались. Он помогал, кстати, тоже советую своим. Ну, и мы ему где-то тут дышим. По сути, два камина родилось, почти в раз где-то там в Москве и здесь в Гурете. Одного размера. Размер, да, идентичный. По отделке еще расскажу. Да, здесь сейчас отделаться будет. Здесь деревянная балка ляжет. Такая подставина. Полосно, получается, да? Кирпичный-то иркутский. Его отбивали. Сами вручную отбивали, подшлифовывали подручники, чтобы пытались сбросить. Швы пустые не будут. Это все затрется, так замарается. Интересно будет. Шов тоже задача была большой сделать, да? Шов, да, большой. Даже больше шов просили. Ну, сделали такой. Некоторые элементы докладывали изнутри. Вот, кстати, вот это мы тоже снимем. Тут можно по нему видеть, как тут выполнен зуб. Я называю это обратный наклон. Это, чтобы газы прилепили, прилипнуть. В принципе, в камине в мангале зуб необязательно. Мы делаем для каких-то целей. Здесь, в конкретном случае, стояла задача какая? Сделать заднюю стенку, выполнить именно елочкой. И при этом, чтобы камин работал исправно, вот в таких огромных размерах. Потолки невысокие для такого камина. Дымосборник надо было задирать выше. Если бы мы зуб не делали, сразу бы не лепили бы. Зачем она наклонная? Нам необходимо дым прилепить к стенке. Если бы была она прямая, надо было бы дымосборник намного выше делать. К дыму стоит относиться вообще как к воде. Только наоборот, в перевернутом состоянии. Это как? Что он текет? Он течет, дым течет. То бишь, если нету никаких поверхностей, к которому он может прилепить, скорость медленно. Вот когда горит камин, он прямо здесь горит, горение такое медленное, красивое, бронькое. Только прилип дым к наклонной стенке, все он полетел. Он полетел прямо. Здесь он большой камин, и это все можно разглядеть. Прямо зайти вовнутрь и посмотреть, как работает. Куда прилипает, к обратной стенке часть. Самый большой отрыв, где у нас зуб заканчивается, в этом месте самое трудное место для дымовых газов, для работы. Он отрывается, получается, теряет скорость, поток скорость теряет. Часть дымовых газов прилипает к верхней стенке, часть к нижней. И опять он ускоряется, поехал туда наверх. Потому что всегда задача в открытых очагах стоит такая, что надо дым прилепить к стене. Тогда будет скорость. Ну, это какое-то ахинейное место, но тем не менее так и есть. Это же из практики. Это из практики, да. Даже, например, мангальная зона в один дымоход запускаем. Сразу видно, наверх залазишь, что топится. Если топится там дыр, допустим, дым стелется именно по стене. Он не идет, он не занимает центра дымохода. Он по стене. Мангал топится, он по другой стене у нас. Они так, газы разделены, рассечки нет, а газы разделены абсолютно. А чего это? От чего, потому что мангал у нас идет стенка, дымосборник. Вот она наклонная пошла. И она так прилипленная, он идет. Кверху по стене, да? То есть, ну, когда наклонная идет. Да, да, вон по дымосборнику прошелся, к дымосборнику прилипли дымовые газы. А по ней пошел, и так нет. По воду и говоришь, что если ты труба, ты переворачиваешь, что он так же по той стенке, которая... Ну, вода побежит, и так же потом... Он по ней тогда самого верха и пошел. В конце отлип, и кажется, как будто со всей трубы идет дым. На самом деле нет, когда во внутрь залазишь вот так. Интересно, давай человек отопится, в центр можно голову поставить, тебя практически дымом не задевает. Воздуха на него надо много на горении. Мы завели просто сюда сотую трубу. Вот это на задвижке. Труба сотая. Все наглухо закрывали, подымливания нет. Кислорода хватает сотой трубы на такую огромную. На такую огромную ногу. Воздух, там у нас подача воздуха или нападение готов. Пока на данный момент осталась полка, отделка получается, замазать его есть. Чтобы заполнить и сюда кованое колесо. А, и сюда попросили нас изготовить и зажарить этот мангал. Прямо в камине будет. Я планирую решетку отсюда замкериться прямо в стенку, и отсюда будет такой. Откидной мангал. Также в этом же помещении есть вторая печь. Для чего она, скажи? То есть печь такая своеобразная тоже. Она еще не закончена. Перебью, да, то есть она еще в процессе. Сейчас тут еще нет. Скажем, основа есть кирпича, фурнитуры не хватает. Фурнитуры не хватает. Еще штукатурка будет. И штукатурится будет. Иркутский кирпич, он в обратную сторону не сделан. Почему обратно? У нас был штукатурить. Это, так сказать, кровать двухспальная. Размер у нее метр восемьдесят на два. То есть задача стояла, чтобы сделать лежанку прогреваемую, да? Да, прогреваемую. То бишь мы здесь маленькое. Сделали на шансах, чтобы снимать больше тепла еще и снизу. То бишь нижняя часть. Отсюда было тепло получать. И сверху. Здесь гортик небольшой. Сюда только хлоритную плиточку хотим выстелить. Тепло быстрее выронится. Флоскость. Такие проекты я реализовывал, просил уже. Самому пока не приходилось строить. Система. Щиток возьмем, трехходовку. Вот так его поставим. Трехходовка у нас стоит так. Флоскость. Это сюда уронили. То есть он с змеевиком идет, да? Это просто не попали ничего. Это каналы последовательные. Потому что, ну, естественно, с просечками, с байпасами, чтобы равномерно все прогревалось. И здесь все у нас. Русская печь небольшая. Здесь в основном будет уже персонал трудиться, чтобы готовить. Я так понял, да, что здесь будет персонал уже рабочий готовить. Для них же здесь жилье есть. Здесь все. Русская печь небольшая просто. На одну семью хватит горшочек. Ну, метровая плита. Такая плита. Такую печку мы делали уже. Конкретный клиент. Именно такие размеры и хотелось. Это две плиты везувий. Вот мы так в паз делаем. А для чего две именно? А у нас нет таких плит. Заводских размеров метровых. Не существует. Поэтому получается здесь топка. Топ-сидно это не валилось. И революции. Самого низа и вверх пошла. Вчера мы снимали видео с Александром Штон. Вот эти, как сказать, воздушные углы делают. Здесь он более уже серьезный, массивный. То есть вот эта часть кирпича, да, вот этот угол он полностью висит. Как это ферму? Правильно. Ну, ферму, наверное. Это висит на ней, а это висит здесь на углу. Правильно? То есть уже такое, так скажем, ну, на грани фантастики что ли. То есть если технологически все правильно сделать, то есть можно и такие вещи делать. Ну, здесь опять-таки, как и на том, как мы ничего не прятали, это все будет нержавеечку прятать. Здесь вытяжка будет из нержавейки сделана уже естественная. Для нее свой домоход. Все одерну. Ну, ферму, если там просто достаточно было периметра сделать. Здесь у нас было место для монолита, то бишь, помимо того, что здесь периметр так обварен, у нас еще пятачок небольшой назад уходит для противовеса. И там так хорошо задавлено, да. Нет, здесь на русской печи сверху. На русской печи сверху. И так противоположный угол. Ну, это хорошо задавлено. То бишь, когда снимали упор, здесь временно она не шмахнулась. Да, не сразу убирали, я перестраховался. Мы данкрат поставили сначала. Потихоньку. Убрали, данкрат, тюка, смотрим, уже разозор есть. Ничего не шмахнулось. Да, и вот эта часть делается для того, чтобы работала вытяжка. Да, для вытяжки. То есть, чтобы вся пар сырость уходила. Здесь еще плиточки тоже. Подберем всю плитку. И здесь плиточки выстил. Чтобы ничего не моралось. Для чего делается? Чтобы кирпич, ну, это пыль, грязь уйти от нее, правильно? Ну, надо же такой поверхность создать, потому что наморалось и удобно было, и не отбивалось. То есть, Александр решение такое принял. Да, то здесь идет уголок, 50-й или 45-й. Здесь 45-й уголок и кромки приварен лист металла. То есть, выпилены, ну, лекала по размеру той части, которую надо закрывать. То есть, и все аккуратненько смотрится. Даже если грязь в жир попадает, мы можем легко стереть. Да, помыть, никакого раствора пыли. Мы уже не получаем. Проводим, там разбор подкрашиваем, приезжаем. Ну, или сами клиенты. По русской печи. Что мы можем тоже сказать? Да, сам свод подин под сделан из красного кирпича. Почему здесь тоже? Если русскую печь большую строим, там можно и шамота сделать. У меня большой опыт работы по хлебикарным печам. Вот она сейчас здесь маленькая. Если мы сделали бы подину и шамота, сильно перегревается. То есть, хлеб на поду уже не приготовишь. То есть, греется пот, вверх, наверное, еще холодноватый, да, а низ. Он просто перегретый. На поду же любят люди готовить. Если и шамота сделать, в конкретном случае маленькая, она 63 на 63 у нас. Он просто будет перегрета. Когда огромная печь, там можно сделать и подину, и шамота. Почему? Потому что горит где-то в одном месте. Остальная часть подина нагревается просто у чистого тепла. И не такая горячая. И не такая горячая, но комфортная, нормально. Можно они готовить. Здесь же практически везде горит у нас. Поэтому будет кирпич перегретый. Да, но вот это, наверное, можно подметить, да, но это же тоже опыт. Ну, это тоже опыт, да. То есть, это полезно. Кто-то занимается русскими печами или начнет как раз прислушаться, надо к таким вещам, если делаешь маленькую, то как раз слушать. Слышать из красного. Потому что она однозначно перегреется и шамот. А когда большая, то есть, ты можешь в разных зонах и готовить, и топить, и как раз вот этот плавный нагрев получаешь, и не перегрев. Да, в большой печи получается подино, большая часть подино как раз-таки она греется вот чистым теплом, а не напрямую от огня. То есть, это нагрев идет. А здесь вот так вот. Ну, это все с зазорами. Тем не менее, хоть это из красного сделано, обратите внимание, получается. Здесь все на зазорах. То есть, расширение пода, оно как правило, да? Да, оно другое. Да, оно другое. Почему не хотели здесь какую-то стойку? Удобно работать, готовить. Маленькой загнетку не стали делать, угли куда девать? Можно, в принципе, отсюда, в кольцо. Ну, то есть, выгреб, и здесь же его. И готовить удобно, то бишь, плита, допустим, теплая стоит у нас. Отсюда вытащил где-то на плиту, где-то с плиты, наоборот, иди на куда. Вот, ну, мне кажется, на такой печи готовить очень удобно, потому что все в одной зоне, все в доступности. И топиться они также в раз могут, правильно? То есть, дымоходы разные абсолютно. Наверх посмотрим, шахты, шахты огромные. То есть, здесь дымоходы разные. То есть, они все разведены? Все разведены, вытяжка отдельная, естественно, будет. А вообще, сам к чему больше склонен? Разводить до конца или в один сводить в общем? Ситуация разная бывает, потому что делаем и в один-дымоход. Ну, с ним диктует нам, что надо обязательно разводить. Отдельно, чтобы? Все должны быть отдельно, но практика таковато, что приходится и сводить где-то. Мы же, получается, начинаем его разводить, мы сразу его должны автоматически больше взял. Говорит, это вырастает, да. Ну, здесь, наверху, вот на этом доме, получается, в общем, у нас кирпича около тысячи, походу, на двух трубах. Ну, 800 точно есть. Ну, получается, дымоход с лежанки тоже сюда попадает? Да, сюда. То есть, все одно сводится? В одну шахту, но раздельно. Сейчас мы в банный комплекс, получается, мы вадим? Да, здесь наша зареченская история начиналась. Вот первую печь в бане мы делали для конкретного клиента. Здесь вот на улице купель, чтобы можно было лежать, там, остыть после парилки. Купель не мы делали, но без проблем сможем сделать. Мы находимся в парилке, то есть, это, можно сказать, отдельная комната, отдельная комната с парилкой, да? Отдельное здание, наверное, даже. Да, ну, да, наверное, не комната, а полностью срубы, получается, идут. Здесь история была тоже, вот сюда зашли с переделками, здесь подавила печь одна на два помещения. Плохо работала, пожароопасная была. Ну, и здесь по месту вот такую изобретали. Печка, на самом деле, даже простая, проект подгородникова, начало прошлого века. Сейчас часто строим такие, наверное, уже, наверное, штук 20-30, может, даже больше. Таких пищей построили, как раз-таки их удобно ставить в помещениях невысоких, как здесь мы находимся. Что хорошо, ремонтируется легко, то бишь, мы это настил скидываем, всю фуртировку можно заменить. Это в день работы. То есть она не зажата вверх, ну, снял, поставил. Самые проблемные места ты можешь оперативно по поезда получать. Да, можно все разобрать, изнутри наружка она так и останется. Здесь открытый камень и закрытая каменка. Да, здесь все по-простому, 600 градусов в среднем. Камни обычные, байкальские, ничего не изобретали. Ну, сколько хватает? Полгода максимум. Полгода, и потом на выброс меняете. Температурный режим настраивается очень легко здесь, то бишь, уважность побольше нужна. Мы сюда воды побольше налили, уважность прямо поднимается. Хамам сделать не проблема, потому что мы в таких уманях парились, играли. До 80-90 влажность без проблем нагоняется в секундное дело. А задвижки, Саша, почему делаешь боком? Это задвижка прямого хода и продувочная. То есть, первое, чтобы... Во-первых, прямой ход, чтобы растопить можно было. Тогда газы у нас не через камни идут, а на прямой. Это первый момент. Второй, как раз-таки, чтобы пыль встряхнуть. Мы только протопили, все равно у нас пепел есть небольшой здесь. Задвижка открыта. Чуть-чуть приоткрыл и маленечко туда воды. Воды паром. Воды дал, сразу закрыл, и вся эта пыль, она в трубу улетела. Эту модель печей мы отработали. В принципе, каждый человек себе может позволить. Кирпич Кема, недорогой. Идеально подходит для бани. Но ты кирпича немного уходишь? Кирпича по-большому счету немного. Сейчас сметка у нее без домоходов. У нас с нашей работой что-то 300-350. Кирпичей? По тысячам, по деньгам говорю. А кирпича сколько ушло? Кирпича, не помню. У меня все записано. Пару поддонов есть? На внешку порядка 600, по-моему, здесь если брать. И в пашамоту 250, что-то такое. Немного кирпича уходит. Печка простая. Вдвоем, например, ее можно построить 5-7 дней. У многих пользователей вопрос такой, типа, сейчас кирпичную построю, типа, дров на нее уйдет дофига. Топить надо ее постоянно там. А на самом деле, по отзывам, кому мы железки заменили вот на такие печки, а не дрова теперь только экономит. Два-три раза в неделю топит, а банные процедуры можно получать всю неделю. Худовой печь, высоты не хватало. Ну, чтобы удобно было туда залазить, получается. Из нержавейки, хорошей нержавейки. Четыре-четвертой, по-моему, ванночка погубленная. И сидеть можно удобно. Ну, и все это мы отделывали, потому что все это камнем отделано. Это все на зазорах, естественно, там к печке ничего не приклеено. Все на зазорах. Где ничего не трескается. Здесь тоже... А вообще, за счет чего бак держится? То есть он на каркасе? Он не стоит на печень. То есть он отдельно, но... Да, там получается чугунные плиты с настил. Он на них через валток получается. Вот демпфер есть. И мы понимали, что если все водой налить, вес приличный. Если мы это поставим на печь, то она просто ее продает. Ну, еще и с человеком, вот это все. Греется не напрямую, не на огне, это на чугунных плитах. Косвенно прикасается с ним. И от них тепло получает. И от них тепло получает. Нагревается довольно-таки быстро. А греется по всему периметру? Нет, только по нижней части. Но здесь задача стоит нам нагреть воду. Нагрел, полежал в ванной, пошел попарился. В холодную нырнул купель. Есть у нас еще один объект очень интересный. К слову о купелях. В полном понимании его гуцульская баня. Ты говоришь, это огромный чугунный чан-казан. А гуцульская это что? Гуцулова это такой небольшой народ Украины, насколько я понимаю. Вот у них сейчас на Алтае чан популярны, но как правило делают из нержавейки. А там прямо чугунный. На дно чугуна выстивается, кладется камень. Все это разрывается водой. Но тот же самый чан, на таком чугунном плоске. И если в таком чане мы просто купаемся, горячее, то там мы действительно паримся. Сейчас мы посмотрели баню. Здесь, можно сказать, в каждой комнате есть печь, которую Александр сделал. Сейчас мы зайдем в отопительную. Маленькое помещение, как зимовье, по-простому. И там сделана маленькая плечурка. Такая маленькая, миниатюрная, но стиль просматривается. Мы назвали выставочный образец Визуя. Все дверки в одной. Все литье Визуя. Вся в литье, можно сказать. На этом помещении раньше здесь печка с плетой стояла. Мы сами здесь ночевали. Ага. Нету переизбытка тепла. Перегрева нету. Перегрева вообще нету. Ну и такой тепл приятный, хороший. Причем она не... Задача стояла такая. Ну, в голове держал, потому что не надо здесь делать большую температуру. Здесь стенка так, порядка 50 мм, что максимально. Ну, можно разогреть сильнее, но нет смысла. А топится она как на... Да вот. Ну, имеется в виду внутренняя часть. А, внутренняя часть. Ну, как сделано? Да, да, да. Здесь топливник получается. Здесь колпачок наверху. Ага, и пошел вверху. Ну, до такого небольшого помещения, более чем... Зимой уже холодно было. Здесь тепляки не оставили. Ага. И прямо так строили, можно сказать, на улице. Здесь раньше стояла вот одна печь. Вот. Она заходила и сюда, и туда в дом. Две топки в один домохот. Мы их отдельно сделали. Стену разобрали, утеплили. Угу. Зашели и уже разнесли отдельно. Две плиты 50 на 50 визуевские. Ну, тут настил наш. Фирменный. Фирменный. Все поверхности стараемся закрывать либо плиткой, либо гранитом. Либо вот так металл. Ну, даже вот в этом месте видно, что проливалась жидкость, да? Масло или еще что-то. То есть, и это не впитало ни что-то. Можно дальше покрыть так же, чтобы в одном стиле было, и оно не будет так... Да, профилактику сделать проблем не будет. Вот разбросаться. Профилактику делать, а то углина все это трескается, лопается. Некрасиво. Копятся, смотрите, запахи. Так, а топка? Топка здесь? Да, там побольше нас попросили сделать, и виники сжигают. Поэтому побольше попросили именно дверку поставить. От бани виники. И эта духовка оставалась от бани. Мы баню разбирали, там у них каменька была в этой духовке. Это уже жалко. То есть, это духовка? Это духовка? Да, это обычная чугунная духовка. Потому что она осталась у нас от бани. Нужно было куда-то встроить, решили сюда ее поставить. Ну, то есть, мне так же можно готовить... Она не глубокая, вот это тоже, кстати, производителем тема. Она не глубокая. Потому что если бы мы ее ставили на контур, на это внешний, большая часть духовки бы на огне не была бы. Здесь что сделали? Мол, это на шамотное ядро ее поставили. По максимуму теплу, да, приблизили? Да, она получает на шамотное ядро, и вот, держится через эту прокладку стальную, которая там также на дозорах. А духовку закрываешь от прямого нагрева огня? Нет, нагревой греется. Здесь тоже по принципу ванной, то бишь, у нас она сверху начинается, снизу облизывают ее, то бишь, вокруг полностью. Здесь тоже можно подснять поближе, Решение для... Почему-то все задвижки. Внимание обращают, видите, приезжал тоже, в первую очередь, на это. Да? В мелочах оно же все появляется. Задвижка тоже от старой печки осталась. Мы пользуемся с длинным ухом, и удобнее устанавливать. Здесь от старой печки была, приходилось такую штуку делать. Уголки тоже можно показать, как они выполнены. Потому что бывает, что вопрос, как выйти, да? Два варианта есть. Выйти как вот здесь, то есть вышел в прямой угол. То есть можно было ответно здесь также выйти. А здесь именно за счет сварки, за счет уголка, вот таким образом обошли. То есть не получили острого угла. То есть тоже такое интересное решение. Разное, круглую делаем на радиуснике. Из металла тоже. На этом кухонном комплексе, так скажем, комплекс релакса заканчивается. То есть сколько тут, четыре агрегата стоит, да, получается? Печка, купель, отопительная и кухонная. Не всегда снимаем отзывы от заказчика. Вот сейчас как раз есть такая большая возможность снять отзыв именно по выполненным работам Александра. И вот хотелось бы прямую, так скажем, обратную связь услышать. Я начну с того, что я сначала пользовалась, думала, что здесь печников нет. Вот. И пользовалась услугами тех печников, которые, ну, здесь в деревне кладут печки. Настолько, насколько у них хватает и навыков, и фантазии. Печки рушились. И все было плохо. И жара было мало. Вот. Ну, а потом судьба свела. Вот так вот неожиданно мне повезло, я считаю. Потому что с Александром Бардахановым встретились. И он сделал первую печку. Я осталась очень-очень довольна. Вот. Ну, и хозяйство мое росло. И уже, естественно, не стоял никакой там вопроса, где искать печника. Обращалась только к Саше. Мы наснимали здесь достаточно много печей, которые он сделал. И камин вот последний тоже. Это, я считаю, что достойное его творение. Что могу сказать как пользователь? С печами я не первый раз в жизни сталкиваюсь здесь. Вот. Потому что в Сочи у меня бизнес, связанный с банями именно. И в ресторане стоит русская печь. И то, как должна работать хорошая печь в бане, так как занимаюсь этим бизнесом, я понимаю. Вот. И его услугами очень довольна. Прям от души рекомендую. Это не реклама никакая. Потому что, ну, прям действительно хочется сказать спасибо большое человеку, который хорошо делает свою работу. Ну, и немного скажу, наверное, в пользу вашего бизнеса. Потому что вы занимаетесь таким бизнесом, который, ну, таким бизнесом, который дает людям счастье. Вот. И Саша, и вы. Потому что печь в любом ее исполнении, будь она дома стоит, или она в бане стоит, она дает, ну, как бы неповторимый уют, неповторимую атмосферу. И очень всем рекомендую ставить печи. Если есть такая возможность, ставьте у себя в домах и в банях настоящие печи. Это совершенно другой жар, это совершенно другое тепло. Это, ну, это вот тот вкус жизни, который, ну, ничем, наверное, вот таким вот, что может дать русская печь, ничем не заменить. Сегодняшний день наш, наверное, можно завершить, поставить точку, да, посетили, ну, прям в одном месте очень много красивых объектов. Саша, ты молодец, хочу сказать, то есть, ну, посмотрел, прям достойная школа УМД, я думаю, что есть поучиться. И то, что видео покажем, я думаю, многие для себя какие-то, может, фишки посмотрят или еще что-то, то есть, ну, и это тоже даст такой толчок к печному делу развиваться дальше. Большое спасибо, что принял в гости, показал свои объекты, делился опытом. Приезжайте, это не единственная такая локация, где у нас много печей, то бишь, так же на другие берега Байкала съездим, все покажу, расскажу себе. Хорошо, то есть, мы заглядывайте почаще. Мы готовы, то есть, я думаю, что, ну, периодичность видео будет с тобой так же выходить и будем что-то новое показывать. Всем пока, ваш печной мир. Субтитры сделал DimaTorzok